Беседа 44, Матфея 12-46 Когда же он еще говорил к народу, Матерь и братья его стояли вне дома, Желая говорить с ним. И некто сказал ему, Вот матерь твои, братья твои стоят вне, Желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ, говорившему, Кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, Сказал, вот матерь моя и братья мои. То самое, о чем я и говорил прежде, То есть, что без добродетели все бесполезно, Весьма ясно открывается и теперь. Я говорю, что и возраст, и пол, И пустынное жительство и тому подобное бесполезно, Когда нет доброго расположения. А теперь мы узнаем еще более. Без добродетели нет никакой пользы И Христа носить во чреве, И родить этот дивный плод, Это особенно видно из приведенных слов. Христос отвечал, Кто мне мать и кто братья? Это говорит он не потому, Чтобы стыдился матери своей Или отвергал родившую его. Если бы он стыдился, То и не прошел бы сквозь утробу ее. Но желал этим показать, Что от того нет ей никакой пользы, Если она не исполнит всего должного. В самом деле, поступок ее происходил От излишней ревности к нравам, К правам своим. Ей хотелось показать народу свою власть над сыном, О котором она еще не думала высоко. А потому и приступило не вовремя. Итак, смотри, какая неосмотрительность Со стороны ее и братьев. Им надлежало бы войти и слушать вместе с народом, Или, если не хотели этого сделать, Дожидаться окончания беседы, И потом уже подойти. Но они зовут его вон, И при том при всех обнаруживают Через это излишнюю ревность К правам своим И желание показать, Что они с большей властью повелевают им. А об этом самом и евангелист сукаризный говорил, Когда он говорил к народу, Говорит он, намекая на это, Уже ли не было другого времени? Как бы так, говорит он. Уже ли нельзя было поговорить наедине? Да о чем и говорить хотели? Если об истинном учении, То им надлежало предложить об этом явно, И говорить при всех, Чтобы и другие получили пользу. Если же о своих делах, То не должны были так настаивать. Если Христос не позволил Ученику своему пойти и похоронить Отца, Чтобы последование Его за Христом Не пресекалось, То тем более не должно было Прерывать беседы Его с народом Для дел неважных. Отсюда ясно, Что они делали это по одному тщеславию, На что и Иоанн указывал, Говорил, что и братья Его не веровали в Него, Иоанна 7,5. Он же передает и неблагоразумные слова, И говоря, как они звали Его в Иерусалиме, Для того единственное, Чтобы Его знамениями Самим прославиться. Если это кто, что делает, Говорили они, То стараются показать себя миру, И никто ничего не делает явно, Не явно. И сам Христос тогда упрекал их в этом, Осуждая плотские их помышления. Когда они, ввиду худого мнения о Христе иудеев, Говоривших, Не сын ли плотников это, Которого мы знаем отца и мать, И братья Его не сели с нами, Желая скрыть низость Его рода, Вызывали Его и видеть знамения. Тогда Он протирится им, И тем хочет исцелить болезнь их. И так, если бы Он захотел Отречься от матери своей, То отрекся бы от нее тогда, Когда поносили и его иудеи. Напротив, Он так заботится о ней, Что и на самом кресте Припоручает ее возлюбленнейшему ученику, И проявляет о ней великую заботливость. Но теперь Он не делает того Из предусмотрительной любви К ней и братьям. Так как они думали о нем, Как о простом человеке, И тщеславились, что Он исторгает этот недуг, Не оскорбляя, впрочем, их, Но исправляя. Но ты обращай внимание не на одни только слова, Заключающие в себе легкий упрек, Но и на неуместную смелость братьев, На которую они отважились, И на того, кто упрекал, Это был не простой человек, Но единородный Сын Божий. И с каким намерением упрекал? Он не хотел оскорбить их, Но избавить их от мучительной страсти, Мало-помало привести их К правильному о себе понятию И убедить, что Он не сын только матери своей, Но и Господь. И ты увидишь, что этот упрек И Ему весьма приличен и полезен матери, И вместе с тем весьма кроток. Он не сказал напоминавшему о матери, «Пойди и скажи матери, что она не мать моя!» Но возражением возражает ему «Кто мне, мать моя?» Говоря это, он имел в виду еще нечто другое. Что же именно? То, что ни они и никто другой Не должны полагаться на родство И оставлять добродетель. В самом деле, если для матери его Не будет никакой пользы в том, что она мать, Раз она не будет добродетельна, То родство тем не менее спасет Кого-нибудь другого. Есть ли одно только благородство Исполнение воли Божией? И это благородство Лучше и превосходнее Того плотского удовольствия. И так, зная это, Мы не должны гордиться Ни достославными детьми, Если не имеем Самой добродетели их, Ни благородными родителями, Если не подобны им по жизни. 463. Можно ведь и родивши не быть отцом, И не родивши быть им. Вот почему, когда одна жена сказала Блаженно чрево, носившее тебя, И сосы, питавшее тебя, Христос не сказал на это, Не носило меня чрево, И не сосал я сосов, Но истинно блаженно Исполняющий волю отца моего. Видишь, как он и прежде И здесь не отвергает Естественного родства, Но присовокупляет к нему Родство подобродетели. Равным образом и предтеча, Говоря, по рождению их едины, Не думайте говорить себе, Что отец у нас Авраам, Не на то указывать, Что они, фарисеи и садыкеи, Не происходили от Авраама По естеству, Но что нисколько не полезно им Это происхождение от Авраама, Если они не будут иметь с ним Родства нравственного. Это самое и Христос Показой говорил, Если бы вы были дети Авраама, То дела Авраама делали бы. Этими словами он не отнимает У них родства по плоти, Но научает искать родства Лучшего и превосходнейшего. То же самое и здесь. Он хочет внушить, Но только внушает с большим Снисхождением и нежностью. Речь шла о матери, И он не сказал, Она не мать моя, Они не братья мои, Потому что не творят волю моей, Не произнес осуждение на них, Но говоря со свойственной ему кротостью, Оставляет на волю их Желать другого родства. Творящий, говорит он, Волю мою. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, Тот мне брат, И сестра, И матерь. Потому если они хотят быть Сродниками его, Пусть идут этим путем. Так же, когда воспитала Жена блаженно, Срево тебя носившая, Христос не сказал, У меня нет матери, Но если мать моя Хочет быть блаженной, Пусть творит волю Отца моего. Таковы для меня И брат, и сестра, и мать. Какая честь! Как велика добродетель! На какую высоту Возвоет он Идущего путем ее! Сколько жен Ублажали эту святую деву Ищревая ее, И желали быть Такими матерями, И все отдать За такую честь! Что же препятствует? Вот Христос Показал нам Пространный путь, И не только женам, Но и мужам Можно достигнуть Столь великой чести, И даже еще Гораздо большей. Идя этим путем Скорее может Сделаться матерью, Нежели претерпевая Болезни рождения. Потому если Родство плоское Есть уже счастье, То родство духовное Настолько боли, Насколько оно Превосходит первое. Итак, Не просто Желай родства, Но и с большим Тщанием Иди путем Ведущим тебя К этому желанию. Сказав это, Спаситель вышел из дому. Видели, Как он упрек сделал И исполнил Их желание. То же самое Делает он и на браке. И там он Сделал упрек Матери своей, Которая безвременно Просила его, И однако же Не отказал ей. Упреком врачу И немощь И ее исполнением Просьбы Показывая любовь Свою к матери. Так точно И здесь, С одной стороны. Он врачевал Недуг И тщеславие, С другой Воздал должную Честь матери, Хотя требование Было и неуместно. 13.1 Вышел же В день Тот Из дома Иисус Сел У моря. Перед глазами И собралось К нему Множество Народа, Так что Он вошел В лодку И сел, А весь народ Стоял на берегу. Когда он Сел тут, То Начал Получать Притчами Много Говоря Вот Вышел Сеятель Сеевич Не так Он поступил На горе. Там Слово Свое Не предложил Он В столь Многих Притчах. Это Потому Что Там Был Только Простой И Не Образованный Народ. А Здесь Находились И книжники И фарисеи. Но Заметь Какую Прежде Говорит Он Притчу И Как По Порядку Предлагает Им Матфей Их. Сказать И Которые Более Способны Возбудить Внимание Слушатели. Намереваясь Говорить Прикровенно Он Прежде Возбуждает Ум Слушателей Притчу. Потому И другой Евангелист Говорит Что Христос Сделал Им Упрек За То Что Они Не Разумеют Притчи. Впрочем Не Для Того Только Говорит Он Притчами Но И Для Того Чтобы Сделать Слово Сво И Представить Предмет Нагляднее Так Поступает И Пророки 465 Итак Какая Житая Притча Вот Вышел Сеятель Сеять Откуда Вышел Вездесущий И все Исполняющий Или Как Вышел Не Местом Ставом Ближе К нам Но Расположением И Промышлением О нас Когда Облегся Плотью Так Как Грехи Заграждали Нам Доступ К нему И Не Позволяли Взойти Выходит К нам Или Сего Вышел Погубить Ли землю Исполненную Терри И Наказать Ли земледельцев Нет Он Вышел Для Того Чтобы Тщательно Возделать Землю И Посеять На ней Слово Благочестия Здесь Под Семенем Христос Разумеет Своё Учение А Поднивою Души Человеческие Посеяли Им Ж Себя Самого Какой же Плод Этого Семени Три Части Его Погибает И Одна Только Остается И Когда Он Сеял И Ное Упало При Дороге И Налетели Птицы И Поклевали Его Христос Не Сказал Что Он Сам Бросил Но Что Семя Упало И Ное Упало На место Каменистое Где Немного Было Земли И Скоро Зашло Потому Что Земля Была Неглубока Когда Разошло Солнце Увяло И Как Не Имело Корня Засохло И Ное Упало В Тернии Выросла Терния Заглушила Его И Ное Упало На Добрую Почу И Принесло Плод Одно Во Сто Крат А Другое Шестьдесят И Ное Ж В Тридцать Кто И Мет Уже Слышать Да Слышит Четвертая Часть Уцелела Да И Таня Одинаково Принесла Плод Но Большое И Здесь Различие Из Этих Слов Видно Что Христос Предлагал Учение Своих Всем Без Различия Как Сеятель Не Различает Находящиеся Перед Ним Нивы Но Просто И Без Сякого Различия Бросает Семена Так И Он Не Различает Ни Богатого Ни Бедного Ни Мудрого Ни Невежда Ни Беспечного Ни Заботливого Ни Мужественного Ни Робкого Но Всем Проповедал Исполняя Своё Дело Хотя И Наперёд Знал Какие От этого Будут Плоды Чтобы Можно Было Ему Сказать Что Мне Ещё Нужно Было Сделать И Не Сделал И Са 5.4 Пророки Говорят О Народе Как О Винограде Виноградник Был У Возлюбленного Семени Что Он Показывает Этим То Что Теперь Народ Будет Скоро И Легко Повиноваться И Тот Час Даст Плод Когда Ты Слышишь Что Вышел Сеятель Сеять То Не Почитай Этого Тождествоем Сеятель Выходит Час И Для Другого Дела Например Спахать Землю Или Истребить Негодную Траву Или Исторгнуть Терни Или Сделать Другое Что Это Произошло Не Отсеявшего Но От Земли Приемлющей То Есторг От Души Невнимавшей Но Почему Не Говорит Он Что Иное Семя Приняли Беспечный И Погубили Его Другое Приняли Богато И Подавили Его Иное Слабо И Пренебрегли Его Он Не Хочет Сделать Им Сильного Упрекать Чтобы Не Вергнуть Их В Отчаяние Но Предоставляет Обличение Собственной Совести Слушателей Впрочем Это Случилось Не Только С Семенем Но И С Неводом И В Нем Было Много Бесполезного Настоящую Притчу Христос Предлагает Для Укрепления И Наставления Учеников Своих Чтобы Они Не Унывали Хотя И Большинство Приемлющих Слово Их Погибнут Тоже Было И С Тернии На Каменистом Месте При Дороге Конечно В отношении К семенам И Земле Это Было Бо Неблагоразумно Но В отношении К душам И Учению Это Весьма Похвально Если Бо Земледелий Стал Так Делать То Справедливо Заслужил Бо Порицания Потому Что Камню Нельзя Сделаться Землею И Дорогим Не Быть Дорогою И Тернии Не Быть Тернием Но Не То Бывает С Существами Разумными И Камни Можно Измениться И Стать Подородной Землею И Дороги Может Быть Дорога Не Открытой Для Всякого Проходящего И Не Попирать С Его Ногами А Может С Делаться Тучной Нивою И Терния Может Быть Истреблено И Семена Могут Расти Беспрепятственно Если Б Это Было Но Те Которые Не Хотели Измениться Христос Исполнил Своё Дело Если Они Пренебрегли Его Учением Появившись Великое Человеколюбие Невиновен В том Заметь Ещё И То Что Не Один Путь Погибели Но Различные И Один От Другого Далеко Отстоящие Те Которые Подобны Дороги Это Неродивые Беспечные Ленивые А Камень Изображает Только Слабейших Их Двадцать Толкования А Посеянное На каменистых Местах Означает Того Кто Слышит Слово И Тотчас С радостью Принимает Его Но Не Имеет Себе Корни И Непостоянин И Когда Настанет Скорбь Или Гонение За Слово Тотчас Соблазняется А Посеянное В термии Означает Того Кто Слышит Слово Но И оно Бывает Бесполезным Не Одно И то же Когда Учение Теряет Силу Свою Без Всяких Козней И Притеснений И Когда Оно Бывает Недействительно При Искушениях Те же Которые Подобны Тернии Виновнее Всех Прочих 467 Итак Чтобы Не Случилось С нами Чего Нить Подобного Будем Усердно Внимать Учение И Беспрестанно Иметь Его В памяти Пусть Дьявол И Хищничает Но От Нас Зависит Не Давать Ему Расхищать Если Семена И Засыхают То Не Зной Бывает Причиной Этого Не Сказано Ведь Что Посохли От Зноя Но Так Как Не Имели Корня Если Подавляется Слово То Не От Терни Это Происходит Но От Тех Которые Допустили Зайти Ему Можно Если Захочешь Не Допустить Этого Негодного Растения И Богатство Употребить Как Должно Поэтому Христос И Говорит Что Забота Века Севое Обольщение Богатство Заглушает Слово И Оно Бывает Бесплодно И Так Будем Обвинять Не Самые Вещи Но И Спорченную Волю Можно И Богатство Им И Не Обольщаться Им И Веки О Жить И Не Подавляться Заботами Богатство Соединяет Себе Два Противоположные Зла Одно Сокрушает И Омрачает Это Есть Забота Другое Расслабляет Это Есть Роскошь И Хорошо Сказал Спаситель Обольщение Богатством Потому Что Все В Богатстве Лезть Имена Только Они Действительность Подлинно И Удовольствие И Слава И Пышность И Все Тому Подобное Один Только Призрак Они Действительно Истинны И Так Сказав О Различных Родах Погибели Он Наконец Говорит И О Доброй Земле Чтобы Не Привести В Отчаяние Но Подать Надежду На Раскаяние И Показать Что Возможно И С Камни И Терни Обратиться В Добрую Землю Но Если Земля Хороша И Сеятель Один И Семена Одни И Те же А Почему Одно Семя Принесло Плод Восток Рад Другой Шестьдесят Третье Втридцать Здесь Опять Различие Зависит От Свойства Земли Потому Что И В Хорошей Земле Можно Найти Много Различия Теперь Видишь Что Виной Этому Не Земледелец И Не Семена Но Приемлющая Земля Различие Это Зависит Не От Природы Людей Но От И И И Здесь Открывается Великое Человеколюбие Божие В том Что Господь Требует Не Одинаковой Степени Добродетели Но И Первых Приемлет И Вторых Не Отвергает И Третьим Дает Место Это Говорит Он Для Того Чтобы Последователи Его Не Подумали Что Для Спасения Достаточно Одного Слышания Почему Скажешь Что Он Не Сказал О Других Пороках Например О Плотском Вожделении Тщеславии Сказавши Печаль Века Сего И Обольщение Богатством Он Все Сказал Потому Что И Тщеславие И Все Другие Пороки Дела Века Сего И Лесть И Богатство Как Например Удовольствие Жадность Зависть Тщеславие И Все Прочее Подобное Этому А Пути Жи Камни Напомянул Желая Показать Что Недостаточно Освободиться От любви К богатству Но Нужно Позаботиться И О Другой Добродетели Что Польза В том Если Ты Не Пристрастен К Богатству Но Женоподобен И Изнежен Что Польза В том Если Не Изнежен Но Беспечен И Не Ради Его Слушай Слово Недостаточно Одной Добродетели Для Спасения Нашего Но Нужно Во-первых Тщательное Слушание Слова И Всегдашнее Памятование О Нем Потом Нужно Мужество Далее Презрение Богатства И Наконец Бестрасти Ко всему Житейскому Слышание Слова Потому Поставляет Он Прежде всего Прочего Что Оно Прежде всего Нужно И Как Веровать Если Не Услышит Так И Мы Если Не Будем Внимать Слово Не Будем Уметь Возможности Узнать То Что Должно Делать Потом Уже Говорит Он О Мужестве И О Презрении Настоящих Благ Итак Зная Это Оградим Себя Отовсюду Будем Внимать Слово Глубоко Наслаждать Его В себе И Очищать Себя От Всего Житейского Если Будем Одно Делать А Другом Не Родить То Не Будет Нам Никакой Пользы То Мы Все Равно Погибнем Какое Различие Если Погибнем Не От Богатства Земледелец Все Равно Скорбит Как Бы Он Не Погубил Семени Итак Не Будем Утешаться Тем Что Мы Погибаем Не Во Всех Отношениях Но Будем Плакать Каким Бо Образом Мы Не Погибали И Будем Сожигать Терния Потому Что Оно Подавляет Слово Это Знают Богатые Которые Не Способны Не Только К Пленниками Страстей Они Не Способны Гражданским Делам Если Же Они Не Способны К Этому То Тем Более К Небесному Двоякая Язва Заражает Помышление Их Роскошь И Забота Каждая Из них Сама По себе Достаточно Для Потопления Челнока Представьте Какое Производит Волнение Какое Произойдет Когда Обе Соединятся 469 Не Удивляйся Тому Что Христос Назвал Роскошь Тернием Ты Упоенной Страсти Не Знаешь Этого Но Незараженный Этой Страстью Знает Что Роскошь Уизляет Более Нежели Терния И Изнуряет Душу Сильнее Нежели Забота И Причиняет Болезни Как телу Так И Душе Не Столько Мучит Забота Сколько Пресыщение Когда Бессонница Боль В висках Тяжесть В голове И Болезни В желудке Мучат Пресыщенного То Представь Скольки Тернии Несноснее Это Как Терния С какой Бо Стороны Не брали Его Окраловляет Руки Так Роскошь Вносит Язву И В ноги И Тернии Гораздо Больше Его Вредно И Вредно Для Существеннейших Частей В самом деле Она Преждевременно Приближает К старости Притупляет Чувства Омрачает Мысль Ослепляет Проницательный Ум Наполняет Тело Влагами Скопляет Гной Причиняет Множество Болезней И Производит Большую Тяжесть И Непомерную Тучность Отчего И Бывает Постоянное Падение Часое Крушение Для Чего Скажи Мне Уточняешь Ты Тело Разве Мы Собираемся Принести Тебя В жертву Или Предложить На трапезу Хорошо Откапливать Птиц Или Лучше Сказать Их Нехорошо Потому Что Когда Они Уточняют Употребление Их Пищи Уже Не Бывает Для Нас Здоровым Так То Велико Зло Пресыщения Оно Вредно И Бессловесным Откармливая Делаем Их Бесполезными Для Самих Ниш И для Нас Потому Что От Этой Тучности Пища Неудобно Варится И Соки Гниют Но Те Животные Которые Немного Кормят И Которые Так Сказать Пастятся Употребляют Пищу В умеренном Количестве И Находятся В трудных Работах Бывает Весьма А полезны И Для Себя И Для Других Годны Для Пищи И Для Всего Прочего Те Которые Питаются Ими Бывают Более Здоровы Те Которые Которые Употребляют В пищу Жирных Животных Употребляются Им Становятся Ленивыми Больными И Сами На Себя Налагают Тягчайшие Узы Ничто Столько Не Противно И Не Вредно Телу Как Пресыщение Ничто Столько Не Разрушает Не Обременяет И Не Губит Его Как Не Умеренное Употребление Пищи Поэтому Можно Только Удивляться Безумно Пресыщающимся Что Они Не Хотят Даже И Настолько Поберечь Себя Самих Сколько Другие Берегут Мехи Продавцы Винни Наполняют И Мехи Более Надлежащего Чтобы Не Прорвать Их Они И Такой Заботы Не Хотят Иметь О Бедном Своем Чреве Но До Чрезмерности Обременяет Его Пищей Наполняет Себя Вином Душей Ноздрей И Самого Горла И Таким Образом Сугубо Стесняет Дух И Ту Силу Которая Устрояет Животную Жизнь Для Того Ли Дана Тебе Гортань Чтобы Ты До Самых Уст Наполняла И Вином И Другими Вредными Веществами Не Для Того Человек Но Чтобы Во-первых Славословить Бога Воссылать К Нему Священные Молитвы Читать Божественные Законы Во-вторых Подавать Советы Полезные Ближним А Ты Как Будто Для Обжорства Только Получивший Гортань Не Даешь Ей Ни Малейшего Времени Для Таковые Люди Поступают Подобно Тому Кто Взявший Арфу Имеющий Струны Золотые Хорошо Настроенные Вместо Того Чтобы Ударять В ней Извлекать Гармонические Звуки Завалит Ее Навозом Всякой Дрянью Навозом Я называю Не пищу Но Пресыщение И Всякую Неумеренность Так Как То Что Сверх Меры Не питают А только Вредит Одно Чрево Дано Только Для Принятия Пищи А Уста Горта Не Язык Даны Для Других Воле Необходимых Занятий Или Лучше Чрево Дано Не Просто Для Принятия Пищи Но Для Принятия Пищи Умеренной Оно Само Показывает Нам Это Так Как Всегда Вопиет Против Нас Когда Мы Повредим Ему Таким Излишеством И Не Только Вопиет Но Вотмщение За Несправедливость Налагает На Нас Величайшее Наказание И Во-первых Оно Наказывает Ноги Которые Носят Нас И Водят На Роскошное Пиршество Потом Связывают Служащие Ему Руки За То Что Они Доставляли Ему Столь Многие Столь Хорошее Яство А Многим Оно Повредило И Самые Уста Глаза И Голову Как Раб Когда Возложат Него Что Либо Свыше Сил Сильным Негодованием Оскорбляют Своего Господина Так И Чрево Которому Сделали Насилие Часто Губит И Портит Вместе С Прочими Членами И Самый Мозг Потому Хорошо Устроил Бог Соединившись Неумеренностью Такие Вредные Следствия Чтобы Ты Если По Доброй Воле Не Хочешь Поступить Благоразумно Хотя Невольно Из-за Страха И Великого Вреда Научился Умеренности И Так Зная Это Будем Убегать Роскоши Будем Заботиться Об Умеренности Чтобы И Здоровьем Телесным Насладиться И Наслаждаться Избавив Душу От Всякой Болезни Сподобиться Будущих Благ Благодати Человеколюбим Господа Нашего Иисуса Христа Которому Слава И Держава Во Веки Аминь